тема нашего сегодняшнего семинарского занятия работа ленина империализм как высшая стадия капитализма поднимите руку кто почитал эту работу ну хорошо почитали значит можно только поприветствовать хотя эта работа очень трудная тогда я сделаю небольшое введение а потом вы выступите со своими соображениями вот я буду по мере необходимости значит вступать потом подведу небольшой то значит обращаю ваше внимание что эта работа написана в шестнадцатом году эта работа написана в ходе развернувшийся первой мировой войны и эта работа написана вскоре и отчасти даже во время когда ленин изучает главное философское произведение гегеля наука лойки 15-16 году он снова возвращается к науке логики понимаю что в молодости он все-таки не до конца ее изучил он изучил малую логику и вот он в возрасте 40 там 4 45 лет значит берется снова изучение текста на немецком языке на русского перевода тогда не было и вот к этому семинару я так решил пролистать ее немножко и заметил есть буквально места где чувствуется что вот гегель ленин только почитал науку логики вот он еще полон этими значит рассуждениями понятия об их роли о способах определения понятий о переходах их друг в друга и это помогает ему проникнуть вот в эту новую реальность капитализма в новую форму высшую значит форму капитализма и мне кажется что вот это вот очень показательно и я думаю что без науки логики без вот этого нового более глубокого прощения логики он бы и работу это так не лица может быть и значит не увидел бы в империализме вот это его новой сути и может быть даже весь процесс руководства семнадцатым годом он был бы не таким эффективным значит как был значит после вот этого изучения поэтому вот еще еще раз приходится порекомендовать товарищи изучать науку логики как методологию исследования как методологию познания и собственно говоря и методологию изложения я в этот раз обратил внимание на изложение еще ленина как ленин строит эту работу значит сначала фактически рассматривает по проблемам рассматривает проблем потом дает определение потом указывает что это определение собранные из вот тех разделов которые параминализируют значит пытается сделать такое обобщенное определение и пытается делать такой общий вывод причем надо сказать что сам вопрос об империализме он стал значительно раньше где-то в самом конце девятнадцатого века в девяносто седьмом девяносто восьмом годах во всем мире там было несколько войн в мексике в африке значит и люди стали писать вот об этом империализме об этом наступлении развитых капиталистических стран на значит другие страны и попытка завоевывать колонии ночного и такая волна завоевательная пошла и об этом явлении заговорили что вот империализм и десятому двенадцатому году появились обобщающие труды и вот интересно что ленин кладет в основу своего исследования две в общем работы фундаментальной работы значит гобсона империализма и гельфординка немецкий был такой социал-демократ финансовый капитал была у меня книжка это как раз двенадцатого года и кто-то два года назад кому-то я дал почитать и так мне до сих пор не вернули и очень хорошее исследование ленина рекомендует почитать этого гельфординка это такое первое обобщающее исследование и этот ученый гельфординка он очень глубокий собрал много хороших цифр но силу своей политической позиции силу свое пристрастие к родной немецкой буржуазии значит он не может достаточно но со всей глубиной исследовать этот процесс и ленин за него это делает теперь эта проблема актуальная очень только что последний вам мой личный пример был я уже говорил на повышение квалификации в октябре в одном из славных российских университетов и мне доктор философских наук значит профессор когда я там что-то сделал ремарочку что мы все-таки живем при капитализме да ну что ну какой сейчас капиталь сейчас другой капитализм он другой но он капитализм или не капитализм и ленин покажет что он другой он империализм но природа то его капиталистической остается и сегодня споров на эту тему очень много другой это значит его нет нет он другой но он есть его сущность осталась той же значит и вот с этой предпосылкой я думаю что и надо изучать это произведение не какой-то там 2016 год сто лет скоро будем отмечать до этой работе и я думаю что это и надо бы и сделать вот а это очень актуальная вещь и проблема и спор сегодня ведется профессора сказывает фитр морочит голове студента мы нам еще продолжаем ну слава богу нам то не заморочишь теперь вот мы понимаем что товарищи профессора они не изучили наук логике и путаются в простых категориях нечто иное вот они не изучили как связаны нечто иное поэтому и говорят эту ерунду примитивно если бы они изучили нечто иное не бы понимали что всякая вещь есть соотношение нечто иное всякая вещь она и меняется и остается той же самой поэтому задача исследования исследователя значит не упуская из вида ее сущность посмотреть как же она меняется реально и в этом смысле ленин конечно приходится удивляться значит как он это объемно изучает сколько он источников сколько цифр из разных источников свел в единые таблицы кто не занимался этим тот может быть не представляет себе труда как это можно сделать вдруг сейчас взять и там собрать источники и свести их в таблицу это очень трудоемкая работа вот ленин это сделал и показывает почему каутский односторонним и что нужно сделать чтобы избежать едой односторонности что нужно сделать чтобы самую суть империализма определить и делать из нее выводы для рабочего коммунистического движения поэтому эта работа она такой образец диалектического коммунистического анализа который еще долго будет служить учебником для такого исследования и написания и я думаю что вот с этой предпосылки мы эту работу изучаем что она нам и помогает понимать что происходит и помогает нам учиться как самим анализировать и исследовать экономические и политические процессы ленин подчеркивает что он занимается экономической сущей сущностью значит современного капитализма хотя есть у него некоторые такие отблески и политически вот что можно сказать входя так среди вот в эту проблематику кто хотел бы высказаться по теме происходит усиление сращивания то есть объединение банковского финансово банковское промышленного капитала образования финансово даже вашему там естественно так монополию тоже газпрома кровать свои банки и занимается финансовой деятельностью актуальная проблема вывоза капитала для нашей страны это очень серьезно потому что наши правители правители в общем вешают ермо на наших кулящихся привлекаемых иностранных инвестиций из-за рубежа то есть специалистические страны вывозят из своих стран сюда капитала и в общем-то стрибут укрону на результатах труда наших сограждан соответственно продолжается дележка рынков все невидимые войны которые направлены для того чтобы в первую очередь разрушить экономики стран на которых направлена агрессия чтобы ввозить туда товары развитых стран промышленных что очень актуально работают даже в современном мире современное время империализм это действительно не какая-то особенная не какой-то особенный способ производства не какая-то общественно-экономическая информация это стадия развития капитализма то есть формально это вообще говоря стали развития товарного производства и чем характеризуется во-первых как уже как как сказал павел первое это образование слияние банковского и промышленного капитала с образованием так называемого финансового капитала второе это точнее первое с первой самая главная характеристика империализма это образование монополий монополизация производства и концентрация производства в руках небольшой группы капиталистов значит создание монополий финансовый капитал и его увеличивающиеся роль в мире и третье это действительно вырос капитала в страны третьего ну можно сказать третьего мира и значит в той стадии в этой стадии империализма вообще как вообще можно сказать что сейчас мы наблюдаем даже не стадию империализма а некоторые еще стадию развития империализма потому что мы видим не просто монополии а монополии становится государственными то есть фактически мы можем видеть что монополии в большинстве случаев принадлежат государству то есть принадлежат всему классу дружуазии и еще еще одна характеристика которую подчеркивает ленин в своей работе это разложение или загнивание империализма она заключается в том что действительно в вот это вот финансовая как я понимаю финансовая финансовая олигархия можно называть да они не занимаются вообще никаким производительным трудом ну и никакой никаких они даже не выполняют роли обычной буржуазии то есть они не организуют производство они просто перенаправляют финансовые потоки и соответственно количество этих людей которые занимаются вот этим перенаправлением финансовых потоков и живут можно сказать на процент от движения этих финансовых потоков возрастают в при империализме в какой-то момент количество этих людей становится видимо слишком большим для того но становится количество людей становится до слишком большим и каким-то образом каким-то образом по всей видимости должно произойти произойти освобождение вот от этих граждан просто паразитирующих на финансовых поток я так понимаю количество этих граждан ленина говорит что в конце концов собственность переходит в относительно небольшое количество групп в каждой стране там ленин называет 300 таких вот группиров в сороковых пятидесятых годах европе в америке появились такие книги типа 300 семейств в америке вот я помню пятигрупп был такой 500 семейств в америке 500 которые правят реально америке кстати ленин там называют банки ракфиллеров и морганов эти банки до сих пор есть скажем их крупнейший через манхэттен банк американский им руководит 90 с лишним уже его лет дают ракфиллер это седьмой или восьмой представитель этого рода ракфиллера вроде этом сейчас около трех тысяч человек и у морганов тоже день тысячи две с половиной и вот вот эти вот объединения родов сколько их там триста или пятьсот или сколько они конечно реальными являются правителями америки и я имею в серьезном таком глубоком политическом историческом смысле в том смысле который решает такие граждане как вот киссинджер тут на днях приезжал и наш сергей брилев брал у него интервью тут воскресенье глобальный вопрос они решают в том числе и со всякими банковскими операциями ну и у нас по нашей стране мы видели банкиры сами обозначили себя дальше у нас 13 банкиров значит правит миром или шутка была семей банкирщина по аналогии семи боярщики начала семнадцатого века конечно когда они взяли эту всю машину банковскую под свой контроль конечно реально значит правило вот эта партия семейства ельцинского но сколько они сколько их там это в общем то есть я думаю не главный вопрос почему потому что ленин вспоминает там если кто-нибудь прочитал что вот эти крупнейшие собственники они уже перестают сами заниматься применением капитала тем более промышленного применения капитала они просто являются держателями и распределительными кому дать а кому дать кто там приносил прибыль ну там видимо надо и дать может еще принести а сами они уже не финансами серьезном смысле банками не тем более производством не занимаются это скажем капиталисты девятнадцатого века они сами значит были менеджерами серьезными погруженными свое производство как скажем форт даже вот и начале двадцатого века и все семейство было погружено а вот начале двадцатого века еврей ленин это замечает значит функция производительная функция управления и функция собственника они начинают разделяться менеджеров они нанимают поэтому менеджер они высокооплачиваемые наемные работники причем чтобы вы так примерно представляли себе масштаб сейчас не знают какие в них зарплаты а вот я помню когда я читал лекции советское время по советско-американским отношениям там тогда президент картер получал 250 тысяч долларов в месяц а скажем крупные менеджеры крупных дженерал мотор дженерал электро получали в три раза больше под миллион три четыре раза больше под миллион долларов то есть президент столько денег не получал сколько получают крупные менеджеры эти наемные работники так что значит с одной стороны крупных сужается с другой стороны они начинают вести все более и более паразитическое состояние о чем павел значит намекнул затронул эту тему но еще в долгой степени не разлил может пройти еще разобьет кто бы еще хотел высказаться поэтому монополии рождаются из конкуренции конкурентной борьбе наиболее успешные предприятия добиваются преимущества на рынке поглощают или уничтожают более менее успешные предприятия таким образом растут и так сказать постепенно захватываются большую и большую долю рынка при этом уже законы это сказать классические рынка перестает работать законы спроса и предложения а ценообразование уже определяется собственно монополия то есть цены становятся монопольными и несмотря на то что по мере научно-технического прогресса стоимость производства товаров она непрерывно снижается монополии удерживают высокие цены и даже и повышают несмотря на то что реальная затраты на их производство растут тем самым они препятствуют в общем-то и самому прогресс этому и развитию целом производительных сил и надо отметить что монополии усиливают и увеличивают степень эксплуатации работников то есть она возрастает значительной степени несмотря на то что ну допустим на номинально даже доходы могут расти реальные доходы не увеличиваются или даже снижаются это видно не только на примере нашей страны но и на примере допустим тех же соединенных штатов америки наиболее индустриально развитой страны мира исследования показывают что в настоящее время реальный уровень доходов средние находится на уровне шестидесятых годов прошлого века то есть не никакого роста с этого времени не произошло несмотря на то что зарплаты в том числе доллара работы стали больше на всем мире нет давления совершенно верно таким образом монополии из средств развития производительных сил превратились в тормоз на пути дальнейшего развития в этом в этом и проявляется одной одной из проявления загнивания это конечно очень такая важная сторона причем она имеет и к нашей нынешней жизни тоже непосредственное отношение скажем ленин замечает так что развитие монополий ведет их распространению в третий мир колонии в африке ваниль и капитализма развивает эти значит территории развивает то население в этом смысле осуществляет еще прогрессивную роль но значит по мере того как все это захватывается как все это становится своим значит эта роль она начинает ограничивать только промышленным производством а аграрность населения она продолжает бедствовать на него это все не распространяется она умирает и деградирует и сегодня конечно мы смотрим как это относится к нам значит вот наше начальство давайте инвестиции вот к нам столько-то инвестиций много значит пришло и они это подают как что дополнительное но посмотрим что эти инвестиции сделали за 20 лет и если вы начинаете вспоминать какие-то заводы тем более современные вы их не вспомните а вы вспомните пиво все стали значит иностранные фермы руководить значит порты они так или иначе хоть и заведует скажем русский олигарх лисе значит компания у него зарегистрирована в голландии в бельгии еще где-то они тоже являются не российскими значит курюшка вся иностранная значит водка или нас ну сейчас меньше значит западной водки но зато она вся была подпольная и так далее и так подобное а серьезный такой прогрессирующий развивающий роли иностранные инвестиции не несут теперь они скорее вымывают отсюда и людей значит и сырье и что-то полезное чем приносит в россию что-то новое поэтому никакого большого такого прогрессирующего влияния нет а вот негативное влияние торможение российской экономики и любых других тоже вот мне думается она в современных условиях достаточно сильно так кто мы еще что хотел хорошим сказать можно сказать что материализм это последняя стадия нет у него больше другой переходный государственный капитализм государственный капитализм и коммунизм непосредственно силу загнивания империализма существует уже внутри его конечно тенденция к социализму зарождается внутри есть империализм создает противопоставки для коммунизма для социалистического правиловодства это концентрация промышленности увеличение рабочего класса поэтому когда некоторые утверждают что борьба с монополием должна вести в таком случае что не дробить создавать малых производителей возможно в современных условиях если посмотреть мелкий бизнес может создавать промышленные какие вообще промышленные товары уже не может создавать либо может создавать по такой стоимости заведомо намного лучше чем реальные общественные необходимости так что вся борьба с монополием общится большому счету ни к чему не приводит ну и бояться тоже монополием не надо потому что на поле одна единственная на поле вся обществе на поле направлено общество на интересы всего народа народа и привычники есть коммунистическое социалистическое социалистическое ну а мы знаем что социализм коммунизм в первой фазе еще существует государство и государство и пролетариат политическая власть принадлежит производит переходный переходный период от империализма к социализму многоукладное хозяйство а потом уже возникло социалистическое производство посылки которые родились они не могли капитализма и на 18 лет рабочий класс не было еще той силы как мы можем с научной точки зрения тогда характеризовать современный китай где у нас там самая большая концентрация наверное пролетариата рабочего класса если взять там любое аналогичное предприятие если у нас это тысячи то там это десятки сотни тысяч предприятиях с одной стороны и политически там власти компартия формально да при этом китай крупнейший экспортер и группа а и группы б да средств производства и товар потребления кредитуют соединенные штаты крупнейший держатель облигаций американских какая там получается форма государства это что это монополистический капитализм или это государственный капитализм или социализм можно ли это социализмом назвать социализм это не мы не называем не сами они свое общество социализмом не называют и вот прошедшие съезд и до этого съезд обсуждавший программ партии определили общество переходного типа что они находятся в переходном периоде и это я считаю трезвая ценность то есть они социализм еще строят они его еще не построили а у них общество которое у нас было после 17 и до 35 года вот в этой ситуации они находятся хотя продолжается эта ситуация уже там 60 с лишним лет может они уже наоборот да да в некоторых отношениях даже есть и черты движения вспять переходный период он же к социализму противоречивый борьба тенденции и если бы они двигались твердо по коммунистической линии я думаю это было бы видно мы с большей уверенностью говорили что это значит коммунизистское общество и делится коммунизмом но тенденции последнего времени они конечно здесь заставляют сомневаться но конкретно я думаю что это надо исследовать конкретно китайское общество что там происходит скажем я вот его конкретно не поисследовал хотя и надо было это делать уже давно поскольку это такой все таки какой бы он там ни был недостроен недостаточный нехороший он все таки пока коммунистическое общество я думаю что конечно он для нас представляет определенный интерес года два уже наверное в институте Плеханова дом Плеханова есть у нас на четвертом или второй красноармейский приезжали китайские товарищи из академии наук и проводили семинар с нашими такими левыми организациями в том числе и мы с профессором Огородниковым мы принимали участие и вот из разговоров с этими товарищами я понял что они по идеологии напоминают Хрущева хрущевские времена и хрущевскую значит фразеологию поэтому я думаю что ждать от них какого-то прогрессивного движения вперед ну в общем не приходится и я думаю что у них нет такого опыта строительства коммунизма как есть в России то есть они опыта Советов не знают и я думаю не понимают зачем речь я в своем выступлении так немножко попытался разъяснить но конечно этого очень мало вот а сами они не понимают значит уже сейчас не диктатуру предприятия в таком подлинном смысле не формы в которой она может существовать сегодня скажем становится ясным что Совет это не случайная не русская только форма а она видимо всеобщая форма то есть если диктатура где-то будет расширяться то она будет расширяться на основе фабрик завода на основе предприятий на основе концентрации трудящихся общин трудящихся уже на производстве коммунист коммуна это община большая в масштабах все общество но строится она из маленьких общин связанных с производством и воспроизводством своей непосредственной жизни вот в СССР мы жили где-то мы чувствовали это но не понимали что завод фабрика это община а она занимается фактически всеми условиями воспроизводства жизни человека и его семьи скажем при заводе свои ясли свой детсад свои школы теперь в институт давали стипендии если ты собирался от института туда там были при институтах как же это называлось рабочий факультет да то есть парни из армии приходили на завод поработают годик подготовиться поступают на этот рабочий факультет годик поучиться их подготовить и потом они поступают в институты теперь свои базы отдыха свои больницы то есть все что нужно для воспроизводства непосредственной жизни человека и его семьи на предприятии это и есть община но это же в капиталистической корпорации да конечно а там где это понимают особенно в странах мононациональных как в Японии там это еще культирируется да и патернализм такой развивается поддерживается культирируется оплачивается вот скажем Япония там все одна страна один народ один император значит мы все один хозяин мы все одна семья вот она как в Англии культирируют один народ королевский так вот Япония она вообще культирирует вот эту родовую структуру там понятно что она это все-таки рабочие глаза это значит капиталисты но тем не менее это культирируется я подумал что они правильные дела жаль что у нас не культирируют что культирируетесь там частные собственности конечно жалко на это все нужны деньги а денег нету в нашем тут можно сказать по Китаю давай если там существует частная собственность она сейчас существует собственность может в руках партии частью общества а капиталисты становятся членами партии да членами партии то никакого конечно там говорить диктатура пролетариата существует наверное везде потому что конечно мы плохо знаем она у них замаскирована насколько нам известно это не диктатура а переходное государство причем тенденция к возвращению капитализма она там очень сильная думаю на ближайшие годы проявить себя может там не произойдет конечно как в России приватизация может произойдет кто знает потому что все эти капиталы которые туда вошли иностранных естественно это крупные предприятия монополии западные немецкие английские американские они не китай под контролем держат они держат под контролем если они продолжают развитие второго мужа духи то Китай станет таким же вассалом страной зависимой полностью не крупной станет империалистической страны а страны которая зависит от крупных империалистических стран будет обеспечивать ну в принципе это уже происходит дешевые рабочие силы которые там же существуют хотя возникает конкуренция со странами с еще более дешевые рабочие силы и капитал начинает устремляться туда в России не особо строят заводы невыгодно рабочая сила дорогая в Лаосе там совершенно дешевые у нас не привыкли люди за чашку риса там дорогого и не видели поэтому производство по секунду туда утекает настоящие производства там процветали насколько нам известно детский труд там по 18 часов работ все прелести которые еще Макс описывал с Энгельсом это Китай а у нас все-таки предмет современный империализм и ленинская работа по ленинской работе и по империализму какие еще соображения кто еще хотел бы высказаться появление этой работы в шестнадцатом году оно не случайно и в империализме отчетливо проявился закон равномерности развития при капитализме что не видели Маркс и Энгельс они только с самого начала но там что-то такого большого и не было различия большого различия не было поэтому если Маркс и Энгельс считали что пролетарская революция должна произойти одновременно во всех капиталистических странах развитых капиталистических странах то в эпоху империализма стало понятно что это невозможно и наоборот возможно пролетарская революция в отдельно взятой победы в отдельно взятой стране которая и станет собственно говоря локомотивом революции во всем мире по это с одной стороны затронут очень важный вопрос который потом вы помните многожды решался и в советское время с дискуссией можно ли революцию в одной стране сделать или нельзя можно ли социализм построить в отдельной стране или нельзя и так или иначе он решался все таки в пользу можно в одной стране революцию делать и он будет практически построен Но эта дискуссия не закончена, она будет воспроизводиться. И я бы хотел вот что здесь заметить и добавить. Вот в исторической перспективе, что значит в одно время? Одно время это сколько? Один день? Один год? Одно десятилетие? Одно столетие? А я вам могу напомнить, значит Маркс пишет, что революция потребует может быть 50, может быть 100 лет гражданских войн и потрясений для того, чтобы новый строй окончательно окрепил. 100! А прошло сколько? 100 еще не прошло. Может быть. И теперь понятно, что еще нас ждут в общем такие времена потрясений. Нас же еще судьбы безвестные ждут, дорогой Талин Бегизов. Значит, как это все будет развиваться? Как это все повернется? Тем более, что они-то думали, что ну примерно в одно время, для них вот скажем 100 лет, это вот одно время. Вот. А теперь, раз она развернулась вот таким путем, то может быть и не 100, может быть и больше времени. Но все равно трудящиеся, они вынуждены будут бороться, значит, с империализмом и с капитализмом в силу своего социального положения. В силу того, что мы не терпим тех отношений, которые нам навязывает общество. Мы интеллигенты, тем более рабочие, которые заставляют, знаете, там по 12 часов работать за там несчастных, сколько? 30, 10, 40. Вот. Плюс в таких условиях труда. Теперь. Значит, преподаватели. Раньше преподавательские часы были 550 часов в год. Сейчас везде 800. И я говорю, правильно, это мало. Вы на двух, на трех работах работаете. Значит, можете работать. Вам тысячу часов надо дать, чтобы вы выполняли план. Зачем вы работаете на двух, трех работах, знаешь, преподаватели? Вы углубляетесь в теорию, просвещаете людей, народ, изменяете общество, чтобы нам за 8 часов платили полноценную зарплату, а не чтобы мы 16 часов работали и заводили концы с конца. Так что вот этот вот вопрос о времени, об одновременности революции, он имеет и вот такое вот измерение. Плюс и Марс и Энерис, они все-таки полагали, что какая-то страна начнет. В том числе и о России, они говорили, что возможно начнется в России в письмах к Вере Засовичу. В какой-то момент Марсу показалось, что там волнения в Турции начинались. Может в Турции заполыхает, а потом начнется в этих разных странах. То есть неизвестно, как эта революция начнется. Кстати, обе революции в нашей стране начались, никто не знал, не предполагал. В январе Ленин делает в Швейцарии доклад, что мы не доживем до революции. А в марте, в феврале происходит октябрьская революция. В февральском. А в октябре он становится главой правительства. В феврале происходит революция. Поэтому революция такой вот процесс, он идет объективно, он не зависит от революционеров. Мы не можем по своему заказу там сделать революцию. Как она возникает? Значит, поэтому вот этот вопрос открытый. Ну и мне кажется, что один вопрос мы не затронули, он связан с тем, что Ленин говорит, что вот земля уже поделена, все земли уже заняты, колонизированы. И сейчас настает время передела мира. И война, первая мировая, это и есть война за передел мира. Вот. И позднее Ленин делает вывод, что, значит, советское государство должно готовиться к войне. Что империалисты не оставят это просто так. Значит, и Сталин с самого начала знал и готовил страну, что война, она неизбежна. По-моему, неизбежна. Не, 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 она возможна, она неизбежна, но она вполне возможна. Значит, поэтому к ней надо готовиться. И, значит, уже в начале-то 30-х стало совершенно ясно, что она будет, что она вот теперь уже неизбежна, уже пошла политика. Вот. Поэтому готовились к войне. Почему? Потому что капиталистический мир, во-первых, империализм, он, значит, приводит к переделу мира. Во-вторых, когда возникло коммунистическое государство, это возник для них общий враг их магнитик. Поэтому неизбежно, значит, они обернутся против первого в мире социалистического государства. И поэтому и предсказать, значит, Вторую мировую войну, конечно, на основе этого Ленинского учения было уже, значит, ну, таким более легким делом. Ну, я думаю, что вот мы такой основной круг тем, который Ленин поднимает в этой работе затронули с разной степенью глубины. Ну, я думаю, что нужно и подвести такой некоторый итог. Вот. Но, во-первых, я хочу обратить внимание, значит, Денис Борисович уже обратил внимание, что, как Ленин ставит вопрос, что, значит, конкуренция перерастает в монополию. Вот остальные писатели того времени об империзме, вот конкуренция есть, а вот еще возникла и монополия. То есть это рядоположенные вещи. А Ленин и Маркса знают, потому что Маркс тоже так же рассматривал вопрос. Маркс показывал, как из конкуренции рождается монополия. И Ленин, который только что произучал науку логики, прям показывает, как сама конкуренция приводит к монополию, как она рождает монополию. Почему? Потому что в процессе конкуренции постоянно объединяются одни корпорации против других. До определенного кризиса прошел кризис, одни объединения распались, другие нажились окреплены. Почему? Потому что кризис – это форма обновления, капиталистическая буржуарная форма обновления производства. Одни недальновидные и жадные разоряются, другие дальновидные со связями и понимающие, что нужно делиться. Значит, они богатеют на кризис. Начинается следующий тур, опять объединяются, и до следующего кризиса одни корпорации разоряются, другие еще более крепкие. И в конце концов, из этой конкурентной борьбы рождаются такие монополии, которые, объединившись, могут руководить, конечно, всем миром. Значит, теперь, в этих монополиях финансовый капитал настолько берет руководящий роль, банковский капитал настолько берет руководящий роль, что подчиняет себе промышленность, сращивается с промышленным капиталом, руководит промышленным капиталом и становится таким образом финансовым капиталом, как руководителем производства. И в этом смысле, конечно, наши банки, о которых на занятиях много раз говорили, как о меняльных конторах, они, конечно, в большинстве своем не финансовый капитал, а не меняльные конторы и спекулянты деньгами. То есть берут у российского банка деньги по одной цене и по более дорогой цене сдают их тем, кто готов у них взять кредиты. Поэтому кредиты очень дорогие, поэтому российский капитал развивается такими замедленными темпами, а отчасти и разоряется в больших размерах. Теперь, на определенной ступени становится вообще невыгодно ни в каком смысле применять капитал в своей стране. Они начинают капиталом спекулировать на международной арене. В том числе Ленин говорит, что государство становится государством рантье. И мы сейчас видим, как в Соединенные Штаты Америки все в большей мере, с одной стороны, становится государством рантье, а с другой стороны, поскольку теперь роль денег исполняют доллары, а печатают это американцы, они еще и сами печатают себе эти деньги. Поэтому скупить какую-то российскую или иную экономику сейчас ничего не стоит им. Напечатали денег и купили. Какой надо купить завод? Норильский некий. Вот вам денежки, доллары, пожалуйста, покупайте. То есть это такой гниющий, паразитический капитал американский. Да, ну и отсюда, значит, с одной стороны вытекает некоторая спайка, такая межимпериалистическая. Им все равно, в какой стране применять свои капиталы. И возникает такой буржуазный интернационализм. Или космополитизм. Да, или космополитизм. С другой стороны, значит, они своими корпорациями готовы эксплуатировать и вкладывать капитал в любой стране, либо была такая вот прибыль. Ну и тем самым они порождают вот эту вот империалистическую эпоху, которая есть на другом полюсе, эпоха паразитарских революций. И мы с вами видим, что весь 20-й век, это век, когда на почве развития империализма, укрепления империализма, растет и революционное движение, растут революции. Поэтому, с одной стороны, империализм, он растет, вроде бы, развивается, с другой стороны, он слабеет, гниет и гибнет. Скажем, во-первых, разрушена мировая империалистическая система советского лагеря. Во-вторых, молодежь, наверное, не помнит, а 60-й год был, организация ООН, провозглашен годом крушения колониальной системы. Почему? Потому что за конец 40-х, за 50-е годы, страны Азии и Африки с помощью СССР и других коммунистических стран освободились от колониальной зависимости развитых капиталистических стран. И, значит, получили хотя бы политическую независимость. Поэтому и назывался год крушения колониальной системы. Это тоже был крупнейший удар по мировому империализму. Поэтому сейчас он уже ослаблен и паралитически, но он ослаблен и настолько, что сумел продлить свою агонию за счет разрушения СССР. И если Клинтон доложил, что он, значит, вывез из России там чуть ли не триллион долларов, он только один. Ни один не в смысле там, а за его правлением, да, Соединенные Штаты Америки. Вот, то я думаю, что это не последние деньги, а что они покачали Россию очень и очень мощно. И тем самым нас ослабили, а сами немножко окрепили и продлили эту свою агонию. Тем не менее, я уверен, что крушение империализма, оно не за горами. Некоторые горячие головы, есть такой профессор Панарин. Значит, года два назад он сделал прогноз, что, значит, США в 10-м, по-моему, идут. В ноябре США все, разрушить их не будут. Потом год прошел. Не, в 11-м году в ноябре все, он разрушен. Но сейчас что-то его не слышно в последнее время. Я думаю, что, конечно, это оптимистично. Но, вот мы видим, что, конечно, значит, сопротивление США против режима большой. И даже вот эти вот суды над молодежью, которые в органах безопасности работают и, значит, вынуждены отказаться от работы на этого монстра, Молоха, значит, и дают информацию для всего мира и в интересах всего мира, демократии людей. Значит, это тоже очень показательный сюжет, поэтому вот эта история Соснова, да, мне кажется, она такое-то большое какое-то крупное историческое событие. Вот. Так что поражение всемирно-исторического империализма не за годами, а не за годами, и я думаю, что мы с вами будем этому содействовать. Ну что, есть у кого-нибудь еще желание высказать что-нибудь? Нету. Тогда, я думаю, на этом можно закончить. На этой оптимистичной ноте можно закончить. Все. Спасибо.